Добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд» сформирована в июле 1943 года. Дивизия воевала на Восточном фронте, в мае 1945 года разгромлена в Берлине. В начале 1943 года руководство войск СС приняло решение объединить в одном соединении голландских и скандинавских добровольцев, не попавших в состав 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Прежде чем дивизия получила свое окончательное наименование «Добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», были планы назвать новое соединение «Боевое соединение» «Варегер» дивизия германских добровольцев и 11-я танково-гренадерская дивизия СС, так как предназначенные для зачисления в дивизию голландцы были включены в 23-ю добровольческую танково-гренадерскую дивизию СС «Нидерланд» Скандинавские соединения понесли тяжелые потери на Восточном фронте Дивизия была в конце концов укомплектована в ноябре 1943 в Хорватии этническими немцами, флаги национальных легионов, входивших в дивизию Состав дивизии с дивизии СС «Викинг» был передан моторизованный полк СС «Нордланд», который составил ее ядро С апреля 1943 года носила название 11-й моторизованной дивизии СС «В июле 1943 года» стала 11-й моторизованной добровольческой дивизией СС «Нордланд» 22 октября 1943 года 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд» Боевой путь С сентября 1943 года действовала на юго-востоке в Хорватии, боролась против партизан В январе 1944 года воевала в составе группы армий «Север» под Ленинградом, потом под Нарвой, где участвовала в битве европейских СС В составе 3-го танкового корпуса СС В сентябре 1944 года совершила марш-бросок к Риге, где ее прибытие помешало окружению 18-й армии вермахта Далее дивизия медленно отступала и оказалась в Курлянском котле В начале 1945 года была эвакуирована морем в Померанию, участвовала в тяжелых боях под Донцегом и Штитсином В апреле 1945 года дивизия влилась в войска, оборонявшие Берлин В боях за которые была уничтожена организация Гренадерский полк СС-23, Норгий, Гренадерский полк СС-24, Данмарк Полк стрелков мотоциклистов СС-11, танковый полк СС-11, батальон снабжения СС-11 Подчинение Сентябрь 1943 года на формировании во второй танковой армии группы армий «Ф» Январь 1944 года 3 Армейский корпус СС группы армий «Север» Февраль 1944 года Элайви Армейский корпус 18 Армии группы армий «Север» Март 1944 года Элайви Армейский корпус оперативной группы «Нарва» группы «Армий «Север» Апрель 1944 года, 3 армейский корпус СС оперативной группы «Нарва» группы армий «Север». Октябрь 1944 года, в резервы группы армий «Север». Ноябрь 1944 года, 3 армейский корпус СС 18-я армии группы армий «Север». Февраль 1945 года, 3 армейский корпус СС 11-я армии группы армий «Висла». Март 1945 года, 3-й армейский корпус СС 3-й танковой армии группы армий Висла, апрель 1945 года, в резервы 3-й танковой армии группы армий Висла, май 1945 года, Элайвий армейский корпус, командиры 22 марта, 1 мая 1943 года, бригаде фюрер СС Франц Аугсбергер, 1 мая 1943 года, 27 июля 1944 года, Группенфюрер СС Фридц фон Шольц Эдлер фон Раранчи, 27 июля 1944 года, 26 апреля 1945 года, бригаде фюрер СС Яахем Циглер, 26 апреля, 8 мая 1945 года, бригаде фюрер СС Дэр Юр, Густав Крукенберг, награжденный рыцарским крестом Железного креста, рыцарский крест Железного креста, рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями Фридц фон Шольц, 12 марта 1944 года, бригаде фюрер СС Я, генерал-майор войск СС, командир 11-й добровольческой панцергренадерской дивизии СС, Альбрехт Крюгель, 16 ноября 1944 года, оберштурмбан фюрер СС, командир 24-го панцергренадерского полка СС, Данмарк, Паули Альберт Кауш, 23 апреля 1945 года, оберштурмбан фюрер СС, командир сводного 11-го танкового полка СС, Герман фон Зальца, Иоахем Циглер, 28 апреля 1945 года, бригаде фюрер СС и генерал-майор войск СС, командир 11-й добровольческой панцергренадерской дивизии СС, рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами Фридц фон Шольц, 8 августа 1944 года, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, командир 11-й добровольческой панцергренадерской дивизии СС.